еще разок жабки попугаю всем привет зрителям и подписчикам нашего канала приветик сегодня с дочкой выехал половить на южный бух сделать обзор электровелика на котором катаюсь на рыбалку кстати ребята у нас вот такая гора в городе есть одна из самых больших крутых тут градусов 30 наверно подъем не знаю как мне на камеру не передаст в общем тут нас разгон только берут и выезжают если без разгона то Жигуль только на первой передаче выезжает за велосипедистом я вообще молчу сейчас проведу краш тест велику попробую под эту гору выехать с дочкой без помощи педалей такую еще нагрузку ему не давал сейчас проверим без монтажа попробую выехать что погнали еду без помощи педалей неудобно камеру держать рукой подъем идет большой но велик пока тянет педали не кручу и все он нас в ветер аж бегом так эта гора сверху выглядит в электровелосипедах большинство используется два типа моторов редукторный и прямого хода редукторное мотор колесо очень хорошо что у него тяга хорошая но надо уход раз в воду там надо разбирать и пластиковые шестеренки смачивать силиконовую смазку и раз в пять лет менять или в три года смотря как катаетесь насчет экономии электровелосипедов по сравнению с бензиновым мопедом в месяц я примерно накатываю тысячи километров на велику подсчитывал по киловаттах у меня уходит 35 кВт а на бензиновом мопеде я бы потратил примерно 20 литров вот и считайте это почти в 14 раз дешевле получается в общем я считал я за два года полностью верну затраты которые вложил в этот велик обошелся мне 370 долларов кстати не говорил это за батареи и покупка мотор колеса покупал вместе с обувами двойной усиленный стальной это у нас местный карьер по добыче камня а мы направляемся туда тут течет река Южный Бух осторожно тут круто у нас тут такое джерело есть местные облагородили садись поехали тоже интересное место на поплавочку половить а мы сейчас мы тут жаб попугаем думаю все любили в детстве жабы попугать думаю все любили в детстве жабы попугать а ну Ванечка держи камеру еще разок жабы попугаем еще разок жабы попугаем пошли рыбу ловить пошли рыбу ловить все снасти дочка забросил пусть ловит ну а я приступлю к обзору моего велика в общем вот тут стоит вольт и байк редукторный на 500 ватт мотор вот под все горы тянет по любых кушерях болотах даже было время по такому болоте ездил до мотора понятно что ноги по сторонах а велик пер как дурной в общем мощи это хватает это идет гнездо для зарядки это кнопка включения и выключения то есть сначала кнопку нажимаю потом зажигание ну и эта кнопка должна а он горит зеленым но лучше б я не ставил потом расскажу что тут у меня ручка газа это кнопка круиз контроля то есть выбрал нужное положение газа 15 скоростей в час тыкнул кнопочку вверх и оно заполнило можешь пускать ручку газа и он сам едет с этой скоростью в общем классно очень тут индикация заряда батареи но она показывает правильно только когда газ нормально на максимум выжимаешь вот это стоит датчик отключения мотор колеса когда нажимаю на тормоз на тормоз тросик шевелится проходит по этому датчику там стоит магнит и срабатывает датчик холла и отключает и отключает мотор загорается красный светодиод и по этому же принципу я от этого датчика пустил назад на задний стоп отставил 4 светодиода когда нажимаешь он загорается сейчас солнце просто сильно светит как сделал сигнальный провод желтый от тормозов с контроллера пустил как минус а красный общий пустил на плюс в общем начнем с внутренницы самого бокса делаю его с уголка алюминиевого 20 на 20 вот там использовал какой есть главный алюминий даже дюрал наверное тут простые завесы поставил оббивал тут обыкновенной оцинковкой тоненькой а эту крышку уже делал потолще тут вроде единичка эту резинку брал в любом строительном магазине на двери покупается мягенькая такая тоже обклеим чтоб лага не заходило кстати проверял даже самый сильный дождь лага не поступает внутрь тут у меня батарея это идет контроллер силовое реле на ту кнопочку зеленую что я вам показывал просто через велик через эти провода проходит ток в пике 19 ампер эти выключатели они просто выгорают я уже их поменял эта кнопка тоже рассчитана на 15 ампер в общем она не выдержит и приходится пускать через такое силовое реле но лучше бы я это не делал лучше бы напрямую поставил через такую штуку это обыкновенный автомат на 25 ампер что используется в любых домах это идет батарея тут один разъем идет на зарядку второй на разрядку тут потолще провода идут это у меня там намотан еще провод приготовил для выхода на фару это 5 вольтовая линия как раз отлично будет на светодиодный фонарик и так же эта противовольтовая линия пойдет на отпугиватель собак вот такой я заказал с Китая должен прийти скоро протестим а то бывает едешь на велику и нападаешь штук 15 собак сейчас я соединю батарею покажу саму батарею и как я закрепил этот кожух или как его правильно сказать тут можно увидеть я там металлическую алюминиевую пластину бросил 5 миллиметров толщиной сюда заклепками прикрепил тоже и тут идет упор под бутылку шло два болта через резину для амортизации под бутылку ну еще желательно было вот тут тоже сделать третью точку крепления вот тут нормально тут железно стоит а тут если очень сильные ямы то иногда кабутаете ну там еле-еле в принципе нету разницы в общем место под батарею я тут пупырышной этой пленкой обклеил надо чтоб минимум ударов было главное чтоб ничего острого не было вообще никаких болтов не торчало и так дальше потому что они очень опасны эти батареи не дай бог там какой-то удар будет и пипец все будет пылать синим пламенем тут у меня такая потолще пупырышная пленка болтов я старался все края сделать гладкими чтоб не дай бог удара от батареи не было а крепление идет вот так тут резина и вот тут резина это нержавеющий уголок разогнул два болта тоже из нержавейки протолчил болгаркой для ключика и зажал гайкой неразжимной пластиковой такой ерундованной в общем не раскручивается она ну держится ни разу не поджимал почти уже год прошел ну как год я зимой его делал зимними долгими вечерами клепал этот кожух поставил перегородку тут и дырка для вывода проводов но эта батарея идет на 10 ампер часов батареи здесь использовал самсунги вот такие вот такие а надо было брать вот такие на копию панасоники в этих самсунгах 500 циклов заряда разряда ну это на 2 года на 3 хватит а вот панасонику 1000 циклов заряда разряда и там ток отдачи намного выше в общем панасоник вышел бы в раза два дешевле с годами просто надо один раз хорошо вложиться в чем проблема но 10 ампер часов еще повторяю у меня тут 10 ампер часов для велика 10 ампер часов хватает примерно на 18-20 км при скорости 20 км в час если не помогать педалями а если помогать педалями от 25 до 30 км хватает заряда ну покажу свою батарею информацию убрал из интернета какой тут принцип 10 идёт ячеек по 4 штуки в ряду получается этот ряд идёт плюсовой потом он вот так и змейкой пошло и получается так набираются 36 вольт те что надо кстати плата балансировки тоже обязательно но не вздумайте покупать эту ерунду эта плата идёт для пакетных аккумуляторов эти как в телефонах используется в общем она не годится для этих 18650 получается она 10 банку не балансирует и мне приходится раз в две недели снимать эту батарею и вручную припаивать проводочки и вручную заряжать балансировать с остальными если будете покупать покупайте у себя на месте не скитая нормальную плату балансировки она стоит примерно около 20 баксов нормальная 20-30 баксов а я покупал эту за 10 в общем ерунда полная ну эта батарея в пике дает 19 ампер часов ссылка на этой батареи будет под описание батареи продает сам завод производитель этой батареи это не какой-то там посредник продавец проверенный давно уже у него батареи разные покупаю классные у него советую батарея выходит 10 ампер часов это очень мало для 500 ватт мотора тех 25-30 км мне не хватает я позже эту стенку уберу сделаю сюда еще часть то есть у меня тут 40 батарей я поставлю 60 и поставлю нормальные панасоников у меня хватит на 50-70 км хода потом это думаю через года два как раз поставлю и уберу эту ерунду силовое реле и просто и внесу эту приблуду кнопку саму на наружу как то придумаю и все сэкономлю кучу места ну я же все вроде основное сказал тут у меня такой болт есть прижимаю гайкой и барашком закручиваю просто сердито просто сердито оно прижимает те резинки никакая влага туда не проникнет все и все насчет выводу вот тут я вывел провода на мотор колеса сюда идет и заходит и заходит спидометр у меня тоже был спидометр тоже стоял купил за 5 баксов с Китая попал первый дождь и с ним случилось вот такое в общем перестал он работать открыл спор вернулся деньги если будете покупать спидометр покупайте не дешевле чем 10 баксов зарядное кстати тоже я пролетел купил дешевку она сгорела на третьей зарядке купил уже нормальные все ссылки на комплектующие те что там проверил уже нормальное зарядное будет под описание под этим видео если будут любые вопросы задавайте с радостью отвечу всем спасибо за просмотр ну вот краткий обзор муговелика и завершился а я пойду с дочкой немного порыбачу у нас там кто-то подпалил сено дочка на поплавочную половит я сейчас немного блесной покидаю что с Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok